И, дорогие мои радиослушатели, которые вынуждены, вынуждены в это утреннее время проводить время с нами, и присоединившиеся прямо сейчас телезрители моего любимого канала САХА-24 в эфире рубрика, традиционная рубрика «Якутск сегодня», которая сегодня, кстати, впервые за всё то время, которое я, возможно, веду эту рубрику, на 100% оправдывает своё название. Сегодня мы будем говорить чисто о городских проблемах. Суть вопроса. На прошлой неделе особо бдительные горожане заметили, что на портале «Якутск» вынесено на публичное слушание, которое состоится 3 ноября. 3 ноября сформированное земельное вынуждено поправить. Нас тоже так же подставили. Сказали 3 ноября. Я поверил в газете «Якутск вечерний». Там написано, архитектор Алексеева Ирина Дмитриевна, её интервью, что 3 ноября. Мне сейчас вот только что утром сообщили, что оно будет сегодня. И, конечно, как пиндать, мы не успеем собраться. Сегодня вечером. То есть уже теория заговоров, уже перенесённые сроки, уже какие-то оперирования. И у Аяла Бурцева, директора городского парка, тоже есть уточнение. Уточнение. Да, сегодня будут публичные слушания, но тема разговора там другая. Концепция развития парка. А 3 ноября будет уже другого. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Ещё раз я говорю, на прошлой неделе особо бдительные товарищи обнаружили на портале «Уанклик Якутск» сформированные земельные участки в непосредственной близости, я не говорю, что это территория парка, я не говорю, что это территория парка, непосредственной близости от лесного массива, которая окружает, составляет, вернее, наше единственное, скажем так, зелёное пятнышко на карте нашей столицы, наш городской парк. И в первую очередь, конечно, мы обратились с вопросом к руководству парка. Что это такое? Не отдадим мне пять земли парка и так далее. Так ли это вообще? Так ли это на самом деле? Давайте мы попробуем сегодня за 25 минут разобраться в сути вопроса, кто сформировал эти участки и какова процедура оформления вот этих земельных участков. Давайте мы начнём с вопросов, Валерий Алексеевич. Сегодня нашими гостями является директор Якутского городского парка Айял Бурцев и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта по республике Сахай-Якутия Валерий Алексеевич Лютый. И поправочка. Я прежде всего здесь сейчас, как председатель Российского союза ветеранов Истана и от имени, так как у нас прошло уже собрание ветеранских организаций республики, я буду говорить от их имени. Я низко кланяюсь перед подвигом наших соотечественников, которые, скажем так, выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, но есть правила, скажем так, первой руки, большую должность и так далее. Поэтому извините, что я представил вас как руководитель исполкома. Ещё раз поправлюсь. Сегодня Валерий Алексеевич Лютый выступает в качестве воина-афганца. Скажем так, поборника интересов воинов-афганцев, которые проживают у нас в городе Якутии. Давайте мы начнём с парка. Всё-таки люди начали возмущаться, как так парк пожертвуем, что ли, нашим скандинавским ходьбой и так далее, зелёной зоной и так далее. Вообще о концепции, о вашем видении. Вот вы недавно, буквально, ну, относительно недавно скажу, руководителем парка, стали руководителем парка. Давайте вот ваше видение развития вот этой территории. Да, сегодня действительно, это самое, 31 октября, будет публичное слушание по рассмотрению концепции развития парка до 2019 года. Разработали концепцию именно по факту, да, который сейчас у нас, мы располагаем, парк сейчас располагает на 110 гектарах. Та земля, которая сейчас вот обсуждается, она действительно никаким образом не касается парка. Для меня точно было удивление, да, вот то, что вот начинает это урезать парк. Мы выяснили в срочном порядке, действительно, это никаким образом не касается парка. Но при этом в июне, когда были публичные слушания, да, по итогам публичных слушаний были высказывания со стороны общественности, со стороны депутатов, что вот эти зелёные зоны, так называемые, да, и там зелёные зоны, есть открытые местности, свободные площади, свободные земли, всё отдать под парк. Естественно, мы это услышали и начали работать по разработке. В данной концепции эти земли не касаются, но у нас тоже видение есть по этим землям, да. Естественно, она земля, у нас парк, мы считаем, уникальный, хотим ещё расширить, да, вот. То, что вот мы буквально на прошлой неделе 64 тысячи рублей оплатили ГЛАФАПУ, чтобы они нам уточняли границы, каким образом проходят границы. Сейчас мы работаем на этим, уточнение границ со стороны, по всему периметру, да. Даже начали работу по присоединению свободного участка со стороны в Тезиатерии. Там 6 ГАЗ-земли остался свободным. Вот эту землю будем в будущем, чтобы они были к парку относились. А я, Владимир Владимирович, ну, будучи, скажем, недавним, прошлым велотуристом, я очень много изъездил вот территорию парка, да, выхода вот на объездное шоссе и так далее. В принципе, вот в этих территориях немножко-немножко разбираюсь. Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 32 00 66, 32 11 66. И, хорошо, вот есть видение у руководства, нового руководства парка, о том, чтобы зону парка немного расширить. Но ведь, вот я недаром упомянул, что, будучи велотуристом, я видел состояние вот этих территорий, которые вы видите в качестве, скажем так, буферной зоны для расширения территории парка. Они ведь, извиняюсь, изгажены. И продолжают сейчас там вывозить мусор. Он опять начинает потихоньку работать. А вот тут мы приступаем к самому, скажем так, интересному. Но поскольку этот вопрос, когда я вот прочитал эту информацию в социальной сети, не было секретным, поскольку с Валерием Алексеевичем Лютым мы года два, скажем так, плотно общаемся по различным профессиональным нашим направлениям. И вопрос о выделении земельных участков воинам-афганцам вот на тех самых территориях, примыкающих к объездному шоссе, вставал еще год назад. Ну, то есть четыре. Ну, я впервые услышал год назад. И ни для кого, вернее, для меня не стало секретом, что это речь идет, вот когда был поднят вопрос о публичных слушаниях, которые пройдут 3 ноября, что это как раз те самые участки. Валерий Алексеевич, вам слово. Ну, во-первых, спасибо Айалу, что он дал пояснение, что действительно настоящий момент, вот о том, о чем пойдет разговор территории, не является территорией городского парка и более того, не является зеленой зоной. Мы, Дмитрий, вы знаете, что журналист должен, прежде чем что-то высказать в свое мнение, он должен изучить вопрос, проверить документы, то есть вникнуть в детали. А истина всегда кроется в деталях. Необходимо разобраться, потому что можно не там павца и запятую, и казнить или помиловать, как говорится. Поэтому, чтобы быть объективным, кто-то из мухи стал какой-то целью раздавать и противопоставлять афганцам 300 тысяч, или 300 тысяч, или 20 героев, а и там именно в списке только героев, в том числе и вдова героя Рыжикова, которая до сих пор не получила участка, в которой мы хотели помочь. Так вот, о деталях. Эта территория четыре года назад, Осин Сергеевич понял нашу проблему. Это единственный мэр, который наконец-то вник нашей проблемы и сказал, ребята, а найдите-ка вы самый участок, мы посмотрим, возможно его дать или нет. Мы четыре года назад предложили этот участок, и там пошла загвоздка, то мы задевали там зону Л-1, это не значит, что там деревья есть. Бывает, что идет полоса, и это зона Л-1. На самом деле, это полигон, мусорный бывший полигон. Давайте называть своими словами. Это мусорка. Нет, это не... Назови мне мусорку. Мусор не в чистом виде, это снеговой полигон. Нет, там был полигон настоящий. Свалка? Да, там настоящий полигон. Глобочая свалка. Да, и вот как манипулируют журналисты и прочее. Они... Есть несколько способов и так далее. Один из таких главных способов, это говорить полуправду. То есть чуть-чуть правду и не договаривать. Так вот, истина заключается в том, что афганцы, это патриоты, и когда за город, если надо, первые станут и пойдут на войну, они депутаты, афганцы. Это практика. Ну, это не буду я доказывать. Другое. Ну, вопрос в другом, что мы полностью поддерживаем Маяло. Мы поддерживаем депутатов, которые хотят расширить парк, озеленить его, сделать больше, лучше город и красивее и так далее. Сохранить зеленые зоны каждого дерева. Каждое дерево. Надо бороться. И мы, кстати, вот это из которого из этой зоны делали неоднократно субботники. Я сам там участвовал. Он видел, что в СССР есть, там работал. И каждую весну, если мы поедем весной, там будет то же самое. Вы же знаете, там сбрасывают мусор. Люди заезжают на машинах, прям сбрасывают мусор. Захлоплен страшно этот лес. Так вот, да, там рядом... И кое-чем другим занимаются. Да, ну, как говорится, это еще не так влияет, как говорится, на экологию. Вот мы говорим. Так вот, мы решили рассмотреть внесенную детали, а помешает ли это экологии? Вот этот вопрос наш, выделение участка. Помешает ли городу? Помешает ли парку? Помешает ли будущему парку? Что очень мало-внималоважно. То есть, вот этот проект. Или, то есть, если это так, мы откажемся, естественно, от этого вопроса. Но когда мы выехали на место, сейчас зауважали все ребята. Александр Сергеевич, он дал слово, он нашел время. Он выехал, собрал всех архитектур и земельщиков. А в качестве судей мы взяли ветеранов, великолепные руководители, ветеранов организации Великой Отечественной войны, чтобы нас старейшины рассудили. Мы посмотрели, что это свалка, это болото. Зеленой зоны никакого отношения не имеет. Между нами и предполагаемым парком есть еще земельные участки. Не знаю, кому принадлежит, но, видно, депутатов это не интересует. Хотя это, я считаю, неправильно. Вряд ли там герои-афганцы живут. И до парка по прямой полтора примерно километра. Вот. Еще раз говорю, мы внимательно посмотрели, может ли помешать, вот там, в чем я говорил, зеленой зоне, экологии и так далее. Обнаружилось, что прокуратура, прокуратура природоохраны действительно была права. Мы чуть-чуть задеваем там зону Л-1. Но мы как посмотрели, раз свалка, деревьев нет, значит, вот так и рассуждали, значит, это не зеленая зона. Оказалось, нет. Мы сдвинули опять в болото это. Всего 15 примерно участков, да. Кому? Я уже сказал. Это герои. Я отвечаю за свое мнение, что это герои. Просто некоторых представляли героя Советского Союза, они там случайно не получили, потому что... Вот. Это разведка спецназа. Все они. А героя, мы взяли под опеку, героя, героя России, Рыжикова, которые не решают ни один депутат, не занимаются почему-то, ни севцев, никто. Мы взяли под свою опеку и сказали, поможем построиться. Так вот, еще раз закончу, что акцентирую ваше внимание. Мы не против, мы за сохранение зеленых зон. И более того... Но претендуете вот на эту... Подождите, дальше я продолжу. Мы взяли на себя обязательно, сказали, нам и устали убираться в этом зеленом массиве. А давайте-ка у нас есть охранное агентство, мы возьмем под охрану этот лес, сделаем там зеленые зоны отдыха, чтобы машины туда не заезжали, а отдыхали люди. И посадим деревья еще около гектара, озеленим и так далее. И еще вопрос. Ведь Айял не даст соврать, что Рыжик сделал исследование, что там территория полигона бывшего превышает... Нельзя строиться, нельзя там делать парк сейчас, в данный момент. Почему? Там превышает очень сильно ртути, я не знаю, сколько раз, не помню, но мне это... А проживать можно, да? Подождите, дальше. А проживать рекультивацию надо. Два с половиной метра, полтора метра надо поднять грудь, вывести, завести другой. И вот, чтобы полигон весь этот сделать нормально, нужно миллиард найти. О миллиарде, впрочем, сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как гибель капитализма. Прямо сейчас. Валерий Лютый и Айял Борцев мы продолжим через несколько минут. Миллиард на рекультивацию требуется для того, чтобы эти земли, которые, скажем, бывший полигон и настоящий тоже, я более чем уверен в том, что и до сих пор там, скажем так, вывозятся отходы, согласно афганцам рекультивировать на свои средства, поставить частное охранное агентство для охраны территории своей и прилежащего парка. И, тем не менее, у меня все-таки вопрос возникает такого плана. Вот, Айял Семенович, вы депутат городской думы, да? Второго созыва. Да, второго созыва. В принципе, знаете, порядок выделения земельных участков там и так далее. Обычный человек, я не говорю, что он сейчас с заслугами, не с заслугами и так далее. Будь то там заслуженный, вернее, почетный гражданин города там и так далее. Ему разве говорят, иди, найди участок, а мы тебе отпишем. Это я, по-моему, в последний раз слышал, у Антолия Кротерасова такая история случилась, когда он нашел участок, но там был один, не массовый. Не 15 и не 30. Стоп, поправлю. И еще истина в деталях. Не найди ты к ней пальцам эти и дали, а потом рассмотрит комиссия, общество, общественное слушание, что и происходит. Мы же, я говорю, закон должен соблюдать для всех. Валерий Алексеевич, я это прекрасно понимаю. Еще раз говорю. Почетный гражданин города какой-нибудь, один из многочисленных, да? Вот если он, ему разве так говорят, ему же разве не на конкурсных, не на аукционных вот этих выделяется? Закон нет. Если не ошибаюсь, можно выделить дачный участок, но не ИЖС. ИЖС всегда шло это через аукцион. А дачный участок можно было, да, там чемпиону олимпийскому, да, можно было, если не ошибаюсь, выделялись такие моменты. С учетом их заслуг. Да. Но это было дачный участок, не ИЖС. Дачный участок. Опять же, примкнем к привилегии. Ну, дайте ответить. Да. Дайте ответить. Потому что я уже лет 30 занимаюсь защитой права ветеранов. И знаю, что у них есть эти права. Более того, скажу сейчас, спасибо Егору Афанасьевичу, он прислушался, он понял, говорит, нет пока федерального земли по земле и вообще по социальной поддержке ветеранов. Давайте срочно готовьте закон, я его подпишу. Чтобы вот такого, Бартака не было, что там, дать, как, дать, как выделить, кому положено, кому нет. Так я уже скажу, что мы, более того, там все с ранениями, они проравлены к ветеранам великой отец, к инвалидам ведь эти по льготам. Чтобы было так понимание, о чем мы говорим. А дать или не дать вдове Герой Рыжикова, который самое дорогое, мы отдавали там жизни, это даже бездравственно этот вопрос обширать. Я понимаю, что... Дать или дать. А где просто они говорят, помогите, потому что мы не можем вот найти земли-то, нету. Вот вопрос-то где? Земли в городе нету. Вопрос-то где? Нет, я очень вам признателен и всячески говорил, что ваша деятельность по защите интересов многодетных семей, которым выделялись земли, скажем так, абсолютно непригодных, скажем так, территориях, не оснащенных инфраструктурой и так далее. Вот эта ваша деятельность, она заслуживает всяческого уважения, я не знаю, чуть ли не наград, что ли. Спасибо. Но при этом, почему должны быть равные среди равных? Нет, вот в обиду будет сказано, мужчине, который имеет трех детей, это не заслуга перед родиной. Просто есть программа социальная, поручение президента помогать таким семьям и давать нормальные участки с инфраструктуры, чтобы люди построились. Это цель, а не просто дать где-нибудь, лишь бы только галочку поставить. А вот уже герои России, вот это заслуга перед родиной, это герой, который пошел и отдал свое здоровье, и сейчас у меня из списка 20, я просто скажу, три человека вычеркнули, нет, это важно, они умирают. Они не дождутся, если мы сейчас не начнем бороться. Мы боремся, потому что не за это даже и участки. Это принципиально не важно, эти или другие, важны отношения. Вот смотрите, Дмитрий, как депутат должен быть по-вашему поступить? Он должен был с нами встретиться, вникнуть в проблему, поехать с нами на то место, посмотреть, потом объяснить, почему нельзя его взять нам. А мы должны решить услышать его, а действительно, посмотрите, насколько правдит. И отношения наплевательские. Вы о каком депутате говорите? Ну, тот, который поднял эту тему, который мутит. На самом деле, если вы посмотрите статью, вы увидите, это даже камень в огород не у афганцев. Статья еще? Статья якутская вечерняя. Якутская вечерняя, хорошо. Вы увидите, что они, да, там, ладно, афганцев там высмеивают, там, как бы, да, там, или 300 афганцев, или 20 афганцев, или 300 человек. Такого представления, ну, неэтично даже ставить. Или вдова героя, или горожане. А надо просто, или как сделать же, держит Ассен Сергеевич перед горожанами, слово нельзя, держит перед горожанами, Ассен Сергеевич, мы его сейчас зауважали, и он сдержит перед афганцами. Можно так решить? Можно, но только надо еще раз взять и начать работать. Надо вникать в проблему и посмотреть. Еще раз говорю, комиссия во главе всего и вся, уважаемых людей, а не каких-то там уважаемых людей. Я понял, это не закрытое решение. Давайте, а я вот с ним начну. Немножко, как бы, это шляд, именно, да, у нас тема разговора-то насчет этой земли, да, вот. Если вот до перерыва, да, была прозвучена, озвучена сумма, миллиард суммы, да, но на самом деле не миллиард сумма. Если у нас, если эти участки были действительно проблемные, да, нашего разговора не было бы. Естественно, они, есть проблемы, но можно их решить. В свое время была даже разработана программа со стороны республиканской инвестиционной компании, да, там не миллиард в суммах идет речь, а 100 миллионов. То есть это как это, не без рекультивации? С рекультивацией. С рекультивацией. Да. Мы нашли этих, да, вот после того... А глубину, знаете, залегания, которые вынимали? После того, чтобы слушать июня, да, когда нам было дано задание о том, что вот эти земли будут в будущем присоединены к парку, мы начали, естественно, работать в этом направлении, да, естественно, заинтересовались. Они нам показались привлекательными, да. Да, естественно, там есть проблемные моменты, но, возможно, их решение есть. Одна компания, мы нашли его, да, вот он готов все полностью его рекультивировать за 100-150 миллионов. Там есть даже расчеты, какие там тяжелые менталы есть, да, какие там, с чем можно его обеспечить. Естественно, они по Роспотребнадзору, они не подходят под жилые дома, но его возможно рекультивировать, построить на что-нибудь коммерческого характера, но здесь происходит каким образом, да, и вот о чем мы говорим, частное государственное партнерство, они, есть один вариант, один вариант. Мы пока нашли один вариант, да, который вот эта компания все полностью рекультирует и берет на себя в аренду на 30 лет, и полностью потом рекультивация, и даже есть со своей стороны, они готовы полностью огородить, забор сделать, да, ограждение по периметру парка, и 30 лет используют, потом отдают обратно в парку. То есть это не собственность, не постоянно пользуются, не частная, просто 30 лет пользуются и обратно возвращают Я всегда говорил, что земельный вопрос погубит этот город. Ну, Ая Суменович, вы, как руководитель парка, если состоятся слушания и народ решит отдать, скажем, афганцам силу их засуга, вы прислушаетесь к их мнению? Естественно. Если состоится плебесцить в чистом виде, в виде публичных слушаний, и будет изъявлена воля народа. Вы прислушаетесь к ним? Да, публичные слушания, это как бы, у нас же в Конституции верховенского народа, да, вот, то, что решит народ, так и будет. В июне народ решил, да, на публичные слушания, что вот эти земли должны присоединиться к парку. И мы это услышали, и начали работать по этому направлению. Сейчас опять возвращается, эта тема, опять же, оказывается, будут состояться публичные слушания, да, опять же, возвращаемся к этой теме. Нет, не к этой теме. Мы возвращаемся сейчас, совсем другую тему будем обсуждать там. Речь идет, то, что сейчас Аял сказал, я в самом начале сказал, еще раз лучше повторюсь, мы за то, чтобы вот это решение было, и даже вот таким способом, и даже не буду спорить насчет цифры, ладно, хотя можно было построить, сколько там нужно тратить. Важно другое. Помешают ли эти сто соток из тридцати гектаров предполагаемых мусорной свалки, незеленой зонной, парку, или парк, и горожане смогут обойтись без этих сто соток, с условием, что рекультивации, и что там будет тоже зона отдыха, на обязательство. Вот же он сказал, что вот этот путь, хороший путь, что кто-то придет, инвестор, они у города возьмут, потому что, знаете, у нас беда там, детских садов не хватает, школ не хватает, не решены проблем с магнитными, какие тут Диснет-Лэнды, они нужны, Диснет-Лэнды, Луна-Парки, но только, в первую очередь, надо решать, люди, я ужасно в условиях живут, я не хочу считаться об этом говорить, это другие передачи, но вот такой путь, где-то находить инвестиции, рекультивировать, там уже время покажет, конечно, сколько надо вынуть, там действительно в разных местах, есть глубина 3 метра вынимать, и здесь 1,5 метра надо вынимать грунт, но там, где мы хоть просим, там немного надо вынимать. Я понимаю, что ваш подход, когда, вы говорите, мы будем рекультивировать нашу частную собственность, оно гораздо эффективнее, чем ниже. Не частную, еще раз, прилегающую, берем порядка гектара, и все, задача, чтобы там была зеленая зона, там сейчас ничего не растет. Хорошо, Валерий, задаю тот же вопрос, 3 ноября, если общественный скажет, мы, несмотря на ваши заслуги, против того, что передали в частность, вы выполните их решение? Вы знаете, конечно же, конечно же, потому что, еще раз говорю, вот никто не говорит, что тут закон нарушить или что-то, нигде этого, вот это вот противопоставление, ничего, еще раз говорю, мы за гор, за горожан, но сразу заявляю, и как афганец и сейчас воспользуется, ну, конечно, как вы сказали, и как руководитель сполкова народного фронта, вдову Рыжикова, депутаты сейчас обязаны обеспечить в ближайшее время и земельным хорошим участком, а не как, где попало в болоте, и инфраструктура, и даже сейчас будем бомбить, чтобы нашли деньги на кредит это, это уже я вам говорю, как руководитель сполкома народного фронта, и я вам говорю, что этот вопрос буду поднимать на съезде на всероссийском, если он не будет решен, в городе Москве, и так далее, не буду говорить там. Валерий Алексеевич, вот это как расценивать? Это расценивать, как сейчас, как уже наболело, уже нету другого пути. Последнее китайское предупреждение. Все, потому что, да, ля-ля-та, поля, туда-сюда, причина, мне хорошо, а ну да, мы вас любим, мы вас важим, найдите вам грамоту, найдите вам значок, найдите вам цветы, все остальное нам. Понятно. Давайте все-таки 3 ноября я призываю всех горожан прийти на общественное слушание по поводу вот этих спорных, скажем так, территорий, на которые, а, претендуют вроде бы люди заслуженные, б, на которые... Чего вроде? С одной стороны, говорю, люди... Вроде как заслуженные. Я еще говорю, это герои, я за них стоял и стоять буду. Хорошо, на которые претендуют заслуженные люди, которые проливают кровь, с другой стороны, на это есть видение со стороны города, но решать будет 3 ноября люди, которые придут на общественное слушание. Я всех призываю на эти общественные слушания. Увидимся через неделю. Неделю.